Всем добрый вечер, с вами Никита Петров и провожу сеанс одновременной игры вслепую на 10 досках. И записалось, да, как я уже сказал, 10 человек, все они из группы Шахматный Феникс. Ну и постарайтесь сделать так, чтобы вам было интересно. Артём, я надеюсь, сделает параллельную трансляцию с отображающейся доской. Ну а вы, как вы можете видеть на своих экранах, я думаю, что в настоящий момент видите только пустую доску. По той причине, что я играю вслепую. Ну и чередую я ходы Е4 и конь Ф3. И сразу, сразу оговорюсь, что комментариев в этом формате будет не очень много. По той причине, что достаточно тяжело играть слепую на 10 досках. Достаточно тяжело будет отличать одну партию от другой. Хочется надеяться, что действительно отображение аннотации работает, потому что в противном случае я просто не буду знать, в какую партию вообще играю. Но если здесь 0 ходов, то надеюсь, что сделано тоже 0 ходов. Ну да. Ну вот, первая партия, в которой предлагается сделать второй ход. Защита Каракан против Рома Котомчина. И пока идём по основным теоретическим продолжениям. Гектор из строя, если не ошибаюсь, это Игнат Ефимов. Сицилианка. Ну и пусть будет... Пусть будет Гамбит Мора. Да, тут... Ну хорошо, пойдём в дебют рейтинг. А в этой партии, наверное, пойдём в... Стандартный Херзевый Гамбит. Через такой вот странный порядок ходов. Тут у нас Скандинавка. Бьём. Гамбит Мора. Ну ладно, пусть будет Гамбит Мора. В очередной партии, по крайней мере, мне будет так легче их отличать одно от другой. Вот Рошад Мометов играет Е5. Ну хорошо. К сожалению, я забыла, кому помню, даже не проказник. Но выбор тебе это довольно своеобразный. Е4, А5. Ну хорошо. Солны в 5. Ну и вот сыграли последние несколько месяцев свой фирменный ВМ с ходом А4. Посмотрим, что Рома знает там. Шат играет 5-6. Ну вот, передо мной состоит уже выбор. Идти ли в Шотландку или в Испанку. Ну давайте попробуем, наверное, Испанку всё-таки. Хотя позиции там достаточно сложные и быстро закрываются. Это, конечно, плохо для такого формата. Но с другой стороны, с другой стороны, теорию, я вроде бы знаю, относительно неплохо. Поэтому ладно, пусть будет Испанка. Слоны в 5. Да, кстати, вот это один из недостатков такого порядка ходов, что чёрные, ну, получают возможность сыграть вот этот вот дебют ферзевого слона, если можно так выразиться. Потому что, ну, например, после Д4 и Д5, С4, Слоны в 5. Белые там могут взять на Д5. У них довольно приличный перевес. А здесь, ну, тоже, наверное, должно быть неплохо. Но, по крайней мере, после хода С4 и ответа Е6, ничего серьёзного у белых тоже нет. Может быть, по этой причине не стоит связываться с какими-то разработками моего соперника. Я просто пойти в Лондонку. Наверное, так и поступлю. Так, у нас получается русская партия. Ну, хорошо. Да. Получается, что эта партия перешла у нас из гамбита Мора варианта Лапина. Сыграем не в 3. Хорошо, в разменку не пойдём. Это было бы слишком... Слишком тоскливо. Слоны на 4. И, так... Если не ошибаюсь, это Алексей Ломовских. И он тоже не хочет со мной играть принятый гамбит Мора. И тоже идёт вариант Лапина. Но ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Тут скандинавка с ферзь Д8. Кстати, ну... Опять же, для многих, наверное, выглядит довольно странно. Но, на мой взгляд, это сейчас один из самых надёжных вариантов скандинавки. Потому что... Ну, я всегда играл ферзь Д6 с чёрными. Но там вот на следующий момент есть некоторые проблемы. Причём, по всем направлениям. Ну, а ферзь Д5 это основной ход. Но там тоже после Д4, потом С4, без кони в 3 у белых явно лучше. Ферзь Д8 с этим ходом немного сложнее спроводаться. Но, конечно, небольшой перераз у белых всё равно должен быть. Ну, я потратил 20 секунд своего времени на никому не нужные рассуждения. Так, ну тут у нас ничего не происходит. Сон же два. Д6 сразу. Кстати, это интересный порядок ходов. Потому что, ну, вот я возьму на Д6, если не ошибаюсь, на ферзь Д6. Там есть интересный ход коня 3. Поэтому, наверное, самое надёжное для чёрных это Е6. Посмотрим, сыграет ли так Игнат. А тут у нас Лондон. Но, видимо, чёрным не удастся избежать развития коня на Ф6. Поэтому я могу спокойно играть Е3. Не опасаясь никаких хитростей. Да, ну, тоже коня в 3. Тоже коня в 3. Б5 сразу. Интересно. Неужели коня 5 хочет играть Рашад? Сейчас, наверное, уже не помню, что там сильнее всего забелых. По-моему, слом Б3, коня 5, Д4. Ну ладно, слом Б3 играть надо, я не знаю, о чём я думаю. Коня в 6. Да, очень интересная, конечно, постановка дебюта. Ну, Е5 сыграть хочется, по крайней мере. Давайте так и сделаем. Да, и вы не обращайте внимания, что я так уверенно пока рассуждаю о дебютах. Все эти позиции я знаю. Но как только первые 10 ходов будут сделаны, я сразу начну плыть. Потому что, ну, 10 досок для игры вслепую это довольно много. На самом деле, я буду доволен выиграть хотя бы, ну, пару-тройку партий в этом сеансе. А может быть сыграть новомодные ворота с конь С4? Ну ладно, наверное, всё-таки не буду. Придупню в 3. Так, пешка на А6. Пешка на А5, то есть в чём уже тут идея? Ладно, опять же, С4 сыграть хочется. Давайте так поступим. Да. С4. С4. Ну вот, поскольку я помню, сразу С4 я, ну, как... Вроде бы не точно, потому что... Или всё-таки это основная теоретическая линия. То есть, типа, обычно играет сначала С6, но, может быть, большой разницы нет. Пойду А4. Илья К2, опять же, забываю, чей это ник, но вот он не играет, у них 6. Пытается сразу навязать какую-то... Конкретно, типа, С5. Ну, с другой стороны, я могу всё равно пойти, С3 будет, вот, обычная... Обычная свинья, в принципе. С другой стороны, надо ещё смотреть какие-то конкретные ходы, вроде Конь С3, с идеей Конь Б5. Чёрным, может быть, придётся играть А6. Хотя... Наверное, там же есть просто ход Конь С6, и на Конь Б5 ходят С8. Так что, не буду связываться. Но в этом случае, чёрный, наверное, хорошую редакцию получает этого варианта, потому что, ну, С5 уже сыграно. Ну, ладно. Смотри, сыграю. Наверное. Или всё-таки не спешить. Шах. Конь С6. Конь Е5. Где С8. Ну да, ладно, пойдут С3. Да, ну это вот постоянный вариант. Пешка жертвуется, но вряд ли Алексей будет её брать. Решат просто играет С7. То есть, собирается сводить всё к стандартным схемам. Сколько я помню, такой парадок ходов считается неточным. То ли по причине Д4, то ли 2-0, а потом наконившись Д4. Что-то одно из двух, в общем. Давайте сыграем 2-0. Так, тут у нас вот эта вот странная странная расстановка за чёрных. Конь С3. Посмотрим, Е7, может быть, уже просто С5. То есть, видимо, на конь С3 чёрные Д6 будут отвечать. Если мне смысл пойти С5 сразу, то, кстати, вопрос, может быть, и есть. Но делать я так не буду. Да, Народская партия, вот не знаю, учитывая специфику, прошу прощения, учитывая специфику этого сеанса, стоит ли играть в Конь С3. То есть, мы основной ход, может быть, С4 сыграть то, что последний, последний год стало популярным, благодаря новинке Дубова. с жертвой на А7. Ну ладно, пойду к Конь С3. Так, Конь С6, но и вот тут важный момент для меня. То есть, в принципе, я могу пойти Ладья Е1, и, наверное, всё сведётся к стандартным позициям, но вот ещё есть ход Д4. Скорее всего, он довольно неплохой. Так что, наверное, всё-таки сыграю Д4. Чёрный, конечно, есть просто ответ Д6. Но... там я могу как-то попытаться сэкономить на ходе Ладья Е1. то есть, сэкономить на Д2 сразу. Давайте попробуем. Да, Д5. Ну, то здесь можно взять на Д4, но там у чёрных неплохая позиция, поэтому... пойду просто ЕД. Обратите, наверное, в какой-то... на пару секунд проступила пешка на Д5. Довольно забавный баг. Так. Так, С5 тоже очень странное решение, потому что теперь у чёрных, по идее, слабая пешка, Б5. Если я уже не начал забывать позицию. Ну, скорее всего, так и есть. Я могу сказать Д5, что, в принципе, самое логичное. Может быть, ещё есть какой-то ход Солнеч 5. С идеей подменять чернополос, там вторгнуться по чёрным полям. Но, наверное, это всё не нужно. То есть, просто Д5 сильнее должно быть. Убьём. Так. Е6, да. Ну, Е6 самое... самое надёжное решение. Теперь я, в принципе, должен играть на Д4, скорее всего, конём. То есть, можно попытаться проиграть такой изолятор после ЦД, но... вряд ли это хорошо. Ну, и к тому же, всегда я в этих позициях бью на Д4, а потом играю Ж3 Солнеч 2. Да, тут у нас Лондон, качёрный уже сыграет Ц5, что всё равно, видимо, ФБ3 надо играть. Хотя, вот этот слон на Ф5 слегка, слегка напоиграет. То есть, ФБ3, ФБ6, Конь Д2, и там уже Ц4. Это, наверное, довольно плохая для меня версия, потому что я даже ФЦ2 и ФЦ1 не успеваю сыграть. Придётся обрать, но когда я возьму, то Конь на Д2 не там, где надо стоит. Что можно сделать? Всегда есть, конечно, какой-то вот этот шаг на Б5. Теперь чёрный даже Конь Д7 готовы ответить. Ну, в общем, видимо, надо играть ФБ3, всё-таки дальше смотреть по обстановке. Может быть, ФБ3, ФБ6, Конь А3, что-то такое. давайте попробуем. Да, Ц6, но позицию я помню, здесь есть вот эта шаг Слон Ф4. А, Конь Ф6. Ну, главный ход, конечно, Конь Ц3, но Конь Ф6 тоже, возможно, и достаточно солидно. Белый должен играть теперь Д4, Слон Д3, Д00. Других идей в этой позиции нет. Ц5. Знаю, то есть... Ну, в любом случае, даже если чёрный потом будет играть схему З6, я успею Ц3, Д4, поэтому можно архировать пока. Да, Е6. Я не помню точно, если есть какие-то нюансы, связанные с тем, что чёрный не имеет ход на Фб6, на Фб3. Но, видимо, на Фб3, Фc8, всё нормально. Сейчас там Конь Е5. Ну, ладно, не буду связываться, опять же. Д5, ЕД, Ну, СД. Логично. Так, хорошо, я-то таки взял пешку, не стал играть Д6. Ну, Е5 теперь, наверное, будет чуть ли не вынужденный ответ. Ну, наверное, неплохой по этому. То есть, что, Е5, Конь Е4, или что, там, Слон Д5 есть ход, и Ладья Е1. Или, может быть, даже Конь Д4. Ну, в общем, Е5, видимо, надо играть. Так, Рома после продолжительных раздумий сыграл Аж5. Главный ход, ну, Слон Д3. Идея в этом включении в том, что Чёрный теперь ослаблен на поле Ж5. Человек, кстати, как Дам-Дам по губам, провоцирует меня с Радь Д4 перейти в Грунфельд с переменной цвета, что, в принципе, считается выгодным для меня. Поэтому так и сделано. Д6. Ну, Д6-то правильное решение, иначе я сам бы Д6 пошёл, там партия... В общем, у Чёрного было бы очень тяжело. Под меня шар есть какой-то Слон Б5. Слон Д7, Е6. Я только надеюсь, что я правильно запомнил, что Чёрные именно А5 пошли первым ходом, а не А6. Потому что если они пошли А6, то получается, что я подставляю Слону в один ход. Ну, как бы, если такого бояться, то сеансу слепую вообще давать смысла нет, поэтому... Слон Б5 сыграю. Слон Д7, Е6. Взяли, Геря. Ну, должно быть хорошо. Слон Д7. Конь Ж4. Хорошо отыграет. Довольно быстро, причём. Может быть, это всё какая-то подготовка. Ну, опять же, Ладей Е1 хочется сыграть. Правда, там Д6 ответ не очень приятный. То есть, мне удалось бы пойти А3 без препятствий, но это был бы явный перевес. Вот Е1, Д6, ЕД, ФК, Д6, H3, уже КОНЕ Ф6 есть ход. То есть, это не очень выгодно. Наверное. Е1, Д6, там Е6 ещё есть какой-то ход. тоже не очень как-то внушает доверие. Это, видимо, означает, что всё-таки лучше сыграть Слоны в 4. Слоны в 4, там есть другие проблемы. После 2-0, H3, даже если Конь А6 не пытается брать на А6 и терять темп этим слоном. Но, может быть, это меньше изол. Хотя, конечно, Ладей Е1, Д6, неужели там ничего нет? Е1, Ферз Д6, КОНЕ G5, два ноля, ничего не получается. То есть, наверное, на Конь А5 там ещё Ферз Аш-2 есть, прошу прощения. Е1, Д6, Ладей Д5, может, Ладей Д5, действительно. Слова 7, КОНЕ D4, что-то заманчиво. Д6, Д6, КОНЕ G5, хотя, вот этот Ферз на Д1 подвисает в конце. Давайте, давайте попробуем, Ладей Е1, ладно. Да, но, довольно неприятная схема, в том плане, что здесь довольно, довольно нескоро будет вызван Кризис, соответственно, я начну терять контуры позиций. Ладей Е1, тем не менее, 2 на Ладей Е1 сыграть надо, наверное. Там посмотрим. А, просто, Сломбе 7, Рашад пошёл, не стал, не стал играть Д6, это, наверное, хорошо для меня. Его идея в том, что после Аш-3, КОНЕ H6, Король ещё не рокированный, чёрные, видимо, собираются просто ЖАш рать, Ладей Е8 ставить. Но, как-то это подозрительно, конечно. Ещё другая идея, что там, теперь Ферз Д5 хода нет, то есть Ладей Е1, то есть, прошу прощения, Аш-3, КОНЕ H6, взяли, Взяли, КОНЕ D4, взяли, Взяли, С5. Ферз Д5 хода нет, поэтому С4 в следующем ходу. То есть, там есть какие-то жертвы, слоны Ф7, но вряд ли это работает. То есть, Аш-3 вроде как и не особо логично, с другой стороны, ход-то какой-то делать надо. Может быть, С3 пожертвовать пешку, ДС, КОНЕ С3. Все фигуры, вроде, хорошо находят. Давайте С3, наверное, пойдём. С5, С5, поворот. По идее, чёрный, плохо развивается, не должно быть это правильно. Просто ты попробуй докажи. Логично взять на С5. ДС и как-то развиться, как это сделать лучше. Он же 5, С4, С4, то, С4. Непонятно. С5 это неожиданный ход. В принципе, могу, конечно, не брать, но чёрный, кинься 6, ответит, и придётся определяться. Так что, всё-таки возьму. Ферзь Д4 сыграно. Насколько я помню, это проигрывает из-за КОНЬ Б5. Но сейчас мне, конечно, доказать это в формате сеанса вслепую будет, мягко говоря, непросто. КОНЬ Б5, ЦБ, СЛОН Б5, КОНЬ Д7, КОНЬ Б7, ФЕРЗ Б7, ЛОДЯ Д8. Что там, СЛОН С7 дальше? СЛОН С7. Ферзи, что-то... Припоминаю я что-то. Ну давайте проверять КОНЬ Б5. То есть, что КОНЬ Б5 здесь очень хороший ход, я уверен. Я не уверен в том, как там надо продолжать эту атаку. Ну давайте попробуем. Так, это что у нас вообще... А, это там, это был странный дебют. К счастью, бежка действительно на 5. СЛОН Д7 сыграл. Е6 заманчиво. 6 заманчиво. Ну давайте сыграем Е6. СЛОН Д6. Хорошо, видимо, надо сломать, пока С6 черный не поставили. СЛОН Д6. Пока мы играть просто такой-нибудь С3, Д3, Д4, как обычно. Да, ДС, ДС. ДС. Логично. СЛОН Д4. Ну там просто какой-то ход, типа Конь-Ц6. И как доказывать перевес? Конь Е5, может быть, после этого. Ну давайте, СЛОН Д4 пойдем, очень напрашивается. СЛОН Д4. Прошад принимает жертву. Ну, наверное, почему-то брать. Так, СНЖ4. СНЖ4. В этой позиции вроде бы, как он Е5 есть ответ. Пока у меня была уже такая партия, причем в классику. Да, Конь-Ц6 сыграно, ну вот, думать. Черт, СНЖ4 хотят. Видимо, на Конь Е5 нужно, что ли, играть. Все равно взяли-взяли, СНЖ4. Раз до 24. Да, с одной стороны Конь Е5 хочется, с другой стороны не очень. Ну ладно, хорошо, пусть будет Конь Е5. СЛОН Д5 быстро исполнено. Здесь я уже ничего не помню. Можно взять на С6, там С4, пойти, или с РАССС4. С РАССС4 нельзя, там, как-нибудь Д4. То есть, видимо, я должен брать на С6. Ладно. Возьмем. Просто Б6? В Лондонке. Интересно. Ну, я бы даже сказал, странно, на самом деле. Шах очень заманчиво теперь выписать. на С6. Ну, давайте попробуем. С6 еще. Да, ну шахлый. Хороший ход, наверное. Все-таки ферз d6. 2-0, и вот там что будет играть, мой соперник? Слон е6 основной ход, там есть ответ конь а3. Да, ну тут каракан, основная линия. Уграя слон g5. А6, интересное решение. Какой-то бы 5, вряд ли, очень опасно было. Или, ну, может, слон выдать, но соперник опасался. Так, погодите, у меня все еще пешка на d6 жива. Я не могу c4 пойти. В чем идея? Конь уйдет, c5. Чтобы b6, что-то начать разрывать. b4, a5. Странно, как-то там слон b5 еще. Серьезно? a6? c4, куни в6, c5 куни в4, не знаю. Ну, очень хочется, как-бы, получить лишнюю пешку на d6. Ну, хорошо, давайте проверим. Может, я позицию не вижу, я не знаю. Да, тут bc. Ну, вот как же. Может быть, вообще dc пойти? Попытаться держаться за эту пешку. Странно, конечно, выглядеть. dc, e5, b4. Пешка, конечно, сохраняется. В черных довольно много активности. И здесь ход c4. Там просто e6, я не вижу продолжения. Но, скорее всего, раз уж я знаю, что куни в5 ход нормальный, то здесь белых, как-бы, единственный принципиальный ответ dc. Давайте, наверное, сыграем dc. Куни в6. c5. Куни в4. А, ну, в общем-то, довольно глупо было, потому что почему-то я начал смотреть все варианты с хода кунь b6. Там, конечно, c5. Здесь просто c5, ферк за 5 шаг есть. Можно было это и заметить. После ферк за 5 шаг у меня ничего? Нет, наверное, ничего. То есть пешка все-таки не удерживается. Но в этом случае в c4 довольно неумное решение. Хотя... Какие-то сложения есть. То есть слон f4 ход. все-таки хвататься за эту пешку. На слон d6. Конь e6. Так, стоп. С5 не проходит. С4, слон d6. Конь e6. Ферк за 5. Но ферк за 2... Да, стоп. Ферк за 2. Если ферк за 2, то конь d2. И там оно все как-то нападает друг на друга. Симпатично. Если... Слон b4 до 2, слон b4. То что он конь c7 шаг. Тоже хорошо вроде. Так, ну... Довольно странно, что надо напряженно считать. Вслепую на 8-м ходу. Элементарно что-то зевнуть и сразу проиграть сейчас. Слон в 4... Слон в 4... Е5 еще исход. У нас слон е5, ферк за 5. Что я могу сделать? На е5, наверное, есть ферк за 2. Но там слон d6. Слон е5, ферк за 5. Или даже слон е5 до 0. Да, е5... Наверное, очень хорошо для черных. Если так, то это очень хитрая ловушка была. Потому что у меня прям руки чешутся. Слон в 4 поставить. Удивительно. Просто если сейчас как бы смирюсь с тем, что это было глупо, то... Никакого перереза быть не может. Может быть только хуже. Ферк за 2, слон d6, 2 0. Что-то такое. Но... Т-24 слишком рано ушло. Да, но слон в 4 и е5 ничего не вижу. Там, видимо, просто проигрывает. Ферк за 2, просто слон d6. Ну, хорошо. Приходится играть... Приходится играть с фан е2. Очень много времени я потратил, конечно. Надо только брать. Это не факт. Может быть и не надо брать. Но мне все-таки надо. С просто е6. Не е5, а именно е6. Ну, тоже нападаю на пешку. Опять же, c4 просто буду стоять хуже. Слон е3, соответственно, есть ход. Но он такой странный, потому что там в каком-то же 4. Слон d4, е5. Может, там, ну и неплохо, но связываться не хочу. То есть, видимо, методом исключения надо b4 играть. Скорее всего. Ну, да, видимо, b4. Так, что у нас тут? Не хватает пешки, но компенсация довольно значительная. По виду. Просто 1 0, ну аж 3, конь а6. Взяли-взяли, конь d5. Даже ферс d3, может быть, с идеей слон c2. Ладно, в общем, так или иначе, аж 3 играть надо. Если они зевают пешку. Ну, вроде нет. Слон е7. Слон е7, конечно, не основной ход. То есть, там, через b6 более амбициозно. Но стос он е7 надежно. Братья, по идее, не обязаны. Могу просто пойти конь f3. А5, да. Ну, все это быстро запернение располняет. Может быть, знает эту позицию. Я обязан играть c3. Что там задумано? То есть, там есть, конечно, нотокрэш. Странный нотокрэш пешки. Аб, цб, а сон b1. Где b1, ладья а2. Но там у меня два слона и нормальная позиция. По меньшей мере, может, перевес. Хорошо, опять же. Большого выбора нет. Потому что у меня пешка висит. А3 не сыграет. Что-то ц3 надо. Конь d7. Помню, ферзь уже на b3. Хотя, не знаю, кому я это напоминаю. Вы и так видите доску, а я как раз таки не вижу. Вообще-то я могу выиграть качество. То есть, я могу пойти сон c6. Молодец c8, слон b7. Но... Очень хочется, конечно, конь e5-то бросить. И просто там, черно, довольно уродливая позиция. С другой стороны, конь e5, а6. И что-то особого продолжения не видно. То есть, он c6, ладья а7. Как бы все эти фигуры не пошли назад в итоге. Правда, там, даже там есть в конце. Слон d7 и конь c6. Наверное, это... Коль на b1 у меня глупо стоить. Но, конечно, сейчас это не приоритет. Ну да, выбор или съесть качество, или не съесть качество. Скорее всего, конечно, съесть качество сильнее. Но... Слон d3 какой-то ход начинает меня. Хотя, слон d3. Кун e5 просто. Так, так, так. Да, вот непонятно. Ладно, давайте конь e5. Пойдем, просто, чтобы ход активнее. Хочется делать активные ходы. Так, тут e2, ничего удивительного. Важно, что слон на d6. Вроде бы я могу конь c3 пойти. На d4, там нет ответа. Хорошо, конь c3. Так, ну пусть спешка отыгрывается. Ну, я, видимо, должен совершать развитие. Особого выбора нет. Да, ну это было, конечно, очень глупо, c4. Хотя, ну, в блин... В слепую тяжело заметить, что там e5 этот проходит. Так, панелья очень обидно играть. Делать нечего. Так, тут взяли коня, но я тоже должен брать. Просто сейчас b8. Интересно. Как бы дают темп, основной f4, но там e5. Начинает подвисать все это. У меня уже висит на b4. Это я по большей степени, опять же, для себя говорю. Видимо, a3 все-таки надо пойти. b4, да, это правильно. Потому что вот... Сейчас d24 очень неприятно. Может быть, я там не теряю фигуру? Ну, и хорошего вот уже мало. То есть, надо делать угол-уход. Ферзь e1 прям под ладей e8. Не хочется. Видимо, ферзь c1. f3 слишком ослабляет мою позицию. Скорее всего. fc1 мне тоже не нравится, но... Опять же, за неимением лучшего. Так, ну тогда тут e4, fc1. Важно, что у черных пока личный слон. Надо не забыть его отыграть. Сразу отыграть. Могу дать шах. Хочется дать шах. Потому что иначе черные могут его не позволить выписать. Следующим образом. Давайте дадим шах. Так, слон на e7 еще по-любому нет. Его же там нет. Так, e4, a5. d4, e6. КН f3, КН f6. e5, КН d5, c4, КН b6, КН c3, c5. d5. e, d, cd. d6, он показывается на d7. e6, да, него там нет. Ролевсивно, значит, даем шах. Да, ну, единственный план тут у белых разумный. Как мне кажется, связан так или иначе с d3, e4. Ферз b3, конечно, какой-то ход есть. Ферз b3 не выигрывает материал, случайно. Ферз b3, так вот висит все. Что там задумано? e6, слон e6, то есть Ферз b7, КН d7, или что? Что на Ферз c8, вроде КН d5. КН d7? Может КН d7? Да, наверное КН d7. КН d7 тоже КН d5, вообще-то. Ну, в черных есть компенсация, но такая, спортная. Д3 логично, вот в d3, кстати, я не так уж убежден, потому что черный c6 не поставил. Если не поставили, может и не поставят, может в КН d7 просто пойдут. Да, наверное, исходя из этой логики надо ферз b3 играть. Ну, да, скорее всего. Так, ну, слон e2 нигде не делаю, потому что там пешка на же 3. Ну да. Здесь Ферз b6. Интересный порядок. Обычно все-таки играет Ферз b6 с разумом. По идее там только малипользую такое включение. Снова КН d2, жесть, ответ. Ну, давайте КН d2. Ферз b6 с 4. Аб, ну, cb играть надо. Да, тут мне кажется, бой, значит, я просто что-то зевнул в один ход. Давайте проверять, зевнул или нет. Короче, 8, так. Это я, наверное, просто взять, хотя там не т6 есть промежуток. Я ему не доверяю, потому что... Ну, в общем, мало ли, что может произойти. Да, у них всегда король на е1, у нее 6 нет хода, потому что там Ферз e8, в конце 7 нет. В общем, не надо заморачиваться, скорее всего, чтобы взять. Ферз b6 с е5, это хитро. Это было, конечно, зевнуто, достаточно очевидно. Сразу теряю материал или нет, я не пойму. Да, вот тут надо возобновить, то есть восстановить полицию. Такое ощущение, что я не теряю материал, потому что ладья 2 есть в ход. Ладья 2 взял слон в 4. А там Ферзи в 4, как кошмар. Да, прикольная ловушка. Что же мне делать? Да, ферзи и 5. Удивительно, обычно без шаха такое никогда не проходит. Но вот в данной ситуации что-то подозрительное. А, может быть ладья 2, слон b1, слон b2. Пойдея никуда не отскакивает. А я беру Ферзи на b1. Не проигрываю. Слон на е7, там с 6, е6, d5, у меня цепь. Слон в 4, Ферзи в 4, слон b2, ферзи в 2, просто ладья b2, этого нет. А я напал и туда, и туда. Слон на 2, слон е5 у меня достаточно фигур. Ну, нет никакой уверенности, что все это правда. Какие альтернативы? Ферзи в 3 есть в ход какой-то? Ферзи в 1, слон b2? Ну нет, там ферзи в 1 просто. Ну давайте проверять. Ферзи в 1, слон b2. Ферзи в 1, слон b2. Вроде как держится все. Хотя, конечно. Ладно. С5 здесь. Пройти это должно быть не очень хорошо с потерей темпа. С4. Логичный ход. Взяли-взяли. Так-так. Капкон еще не развит. Ну, наверное, С4 и правильно. Стоп. Ну да, но С4 очень хочется. По крайней мере. Ну на. Конь f2. Видимо, расчет просто не нравилась позиция после коня. Ну, кунев-два это лишняя фигура убил. Что задумано? Шарфа ходит она на С5. Или что? Что я зевнул? Переформулировал. Ну, я пойду должен брать, правильно? Потому что иначе, ну... Можно, конечно, ферзи в 1 попытаться его поймать, но... Как-то это очень... Странно. Как-то, ну, так. Просто две фишки за фигурой. В чем здесь идея? Ну, ладно. Так, вот. Не знаю, в чем идея я возьму. Надеюсь, я 8. Ферзи в 4. Хочется выбросить ферзя куда-то в бой. Видимо, просто ладея 1, ферзи в 4. Должен быть неплохой ход. Ферзи в 5. Интересно. Лучно играет слон Е6. После чего. Белан, здесь ход кунь А3. Здесь кунь А3. Наверное, тупо. Потому что черного строя Е6 пойдут. Видимо, я должен брать на Д4. Может быть, даже конем. Чтобы там Д5 провести быстро. У нас же локировка стоит. Учего у нас пока еще нет. Взяли, взяли. Е6. Стоит слон Е7, Т5. Ну, чуть-чуть лучше у белых. Давайте попробуем. Так. Взяли, взяли. В чем? Локум G4. Ну, интересно. У меня с кунь А4, конечно, уже галлюцинации пошли. Потому что кунь А3 на большой стоит. Но. Взяли, взяли. Е6, кунь А3. Слон Е7, Д5. Перебились. Может, поэтому... Ну, не знаю. Ну, кунь А4 по виду хорошо выглядит. Ладно, возьму. Кунь А5 шах. Слон у меня есть. Слодья на Е1. Все нормально. Играем слон Е3. Ну, не знаю. Фигура различная просто. Непонятно. С игрой на слон Е7. Так. Очень провокационно. И кунь С6. И слон С6. Все это в разных порядках. Ферз А4. Может, тоже хочется. Ходжикон Днабы один плохой, но... Ж4 ход есть, может быть. Надо кунь С6 и кунь С8. Правильно? И там ничего не получается сразу. Что, по-моему, все-таки надо играть слон С6. Давайте пойдем слон С6. Для С8 слон по С7. Так, так. Хорошо. Кунь С6. Кунь С4. Так, С7. Так, тут слон С5. Чёрный ладья уже на Е8. Какие-то трюки с слон Ф5. Там ферзя поймать. Согласно, странно, конечно, выглядит. Но, может быть, не так легко защититься. Может, просто ладья Е1 пойти. Там будет слон Ж6. Ладья, взял Д1. И, как бы, намекнуть, что убил их инициатива. Может, это быть не так глупо. То есть ладья на Е1 логичный ход. Слона Ф5 тоже интересно. Там ферзь просто уйдет же. Куда? Снабы 6. Да, наверное, ладья Е1 полезна. Е6. Так, так, стоит. Ну, Д5, логично. Такой-нибудь С3, Д5, конечно. Да, он слон Ф4 я никак не на... Может быть, эффект С3, слон Е7, эффект С3. Сразу ферзь Ф3. Может быть, сразу ферзь Ф3? Интересный момент. Конец Д, потом Д5. Давайте попробуем ферзь Ф3. Заманчиво выглядит. Ферзь Ф8, то есть, отдает на Д5. Что же задумано? Обратите внимание, что у меня уже большая часть времени потрачено. Сделано 8 ходов. И это касается не только этой партии, а вообще всех. То, что контроль времени был явно выбран неправильно. Надо брать? Наверное. Ну... Давайте попробуем. Молодец С8. Молодец С8. Прямо под слон Ф5. Что, младец С6 задумано? Ну, что-то за крайне подозрительно, то есть... Ну, слон Ф5 должен быть правильный ход. Давайте слон Ф5 пойдем. Чёрный, зевая, вроде нет. Так, тут ладец С8. Надо играть с Ломбой С7, видимо. Иначе всё это было довольно бессмысленно. Ломбой С8. Е5 ДЕ. Ну, есть компенсация у чёрных. Она зря это всё сделала. Было играть сразу в С6. Так, ну, ладец А8 обратно, это явно не туда. Совсем, то есть не туда, может. На С7 я не выигрываю, там фигуру хотят, ферзиала или ферзиала до сеги. По-моему, выигрываю. Ферзи 4, ладец А7. Ничего не зевает. Позицию я, вот сейчас я достаточно отчётливо вижу эту позицию. Ладья. Отчётливо это я вижу, но почему-то не вижу, что С7 ферзи 4, но Е7 защищено. Потому что спешить не надо. Есть чуть более другие заманчивые возможности. Вот держи 4. Правда, С7 ферзи 6 там как-то не видно. Продолжение, ладья Д1 ферзи уйдёт. С7 ферзи 4. Можно С7 ферзи 4 и просто взять ферзи Ай, конь Б5 пойти. Вроде как неплохо. Но хочется большего. Может быть просто конь Б5. А, кстати, просто конь Б5. Там конь Д5. Ферзи 3. Слон Ф6. Не получается. Странно, ну такая потеря двух тэпов в такой позиции не может пройти даром. Но при этом всё равно решающего продолжения я не вижу. Конь Б5 не проходит, что 4. Просто я понимаю, что как бы С7 ферзи 4 взять, конь Б5 это явно не то. Прям вообще не то. Должна быть что-то сильнее. Конь Б5, конь Б5. Ферзи 4. Может быть. Ладно, в общем, скорее всего, конь Б5 правильный ход. Так я и сыграю. Там висит вилка уже. Ну хорошо. Конь Б5. А, конь Б5 это прям по С4 идёт. Сейчас я понял идею отчасти. Но всё равно как-то странно. Фигура это не должно стоить. Выбор Слон Д5. И Слон С2. Слон Д5 выглядит логичнее. Там просто... Да. Слон С2, ВНЗ4, Ладея 2 тоже хорошо. Да, да. Видимо, надо Слон Д5 играть. Так, тут после очень долгих моих переключений с доски на доску взял Артём этого коня. Я должен давать шаг сначала, я так думаю. Потом только Ферзи Б7. По идее. Ну да, потому что иначе там Ферзи 4. Хотя даже там сейчас как-то взяли. Конь Д7 с ним С6. Ну, в общем, это всё явно не то. Надо брать на Б5. С шахом. Да, здесь конь Д5 сыграно. Выбор Ферзи 3, Ферзи 4, конечно. Ферзи 4 выглядит правильно, потому что я ещё коня держу подборки. И Слон... Хотя, да, Ферзи 4, я же не учёл, что там под ладью иду. Может быть, это и не точно. Хотя Ферзи 3, Слон Ф6. Вообще ничего нет. Ферзи 4, я хотя бы на пешку напал. Там тоже Слон Ф6. Слон бьёт Ф6. И даже, наверное, ладья бьет Е4. Слон бьет Д8, ладья бьет Е1, ладья бьет Е1, ладья бьет Д8. И что-то не видно ничего. Херзи 3, слон Ф6. Тоже как-то ничего не видно. Нигде ничего не видно. Да, ну это, конечно, смазал для него просто предыдущим ходом. Причём там же считал, что ход неплохой. Ай-яй. Да, так, Ферзи 4, точнее. Ж6, ушли. Слон Ф6. Можно просто фигуру потерять как-то. Не хочется неаккуратно сыграть. Слон Ф6? Всегда Слон Бьет Ф6 есть, да? Хотя бы. Ладно, пусть будет Ферзи 4. Все равно уже, в любом случае, не двоименее на тонкости обращать внимание. Да, ну а здесь, в принципе, ничего не произошло. Надо заканчивать развитие, а конец в 3. Да, ну, получается, они просто пожертвовали эту пешку. Скорее всего, надо взять пусту на Ф6, если не выдумать, не риф. Трое качество. А конь Д7? Конь Д7. Где-то один играть нельзя, это с ферзбичной, вообще надо брать. Просто конь С6. Допускаю, ну, на первый взгляд, крайне выгодная мне ЦД. Видимо, там конь Б4, да? Видимо, все хитрее. Чем я думал. Опять же, по-человечески хочется как-то просто уйти. Два ноля, даже если человек что-то возьмет, все должно срастись нормально. По ощущениям. Что слон на Ж5 защищен пешкой. Не то, как они, а еще и пешкой что-то. Ну, значит, два ноля, надо пойти. ЦД как бы, Б4, это не видно там ничего. Все хорошего для меня. Да. Так, кто тут взяли? Сейчас у меня на Б3, пешка все еще на Д2, хочется пойти Д3 или Д4. Наверное, просто Д3 понадежнее. Слон Е3, Д8, слон Е3. Еще как-то это поле Б7 по-прежнему болевая точка. Но нападать на нее пока рано. Ну, хорошо, Д3 сыграю. Слон Аш-3, наверное, соперник хочет. Ну, там Ж5 нормальная позиция. Лишняя пешка, тем более. Да, Д3 пойду. Так, это вот там, где я зевнул Ферзь Е5, ну, вроде все срослось, более-менее. Ферзь Аш-5, куда-то неприятно. Куда-куда, коль на кончик 4, напасть. Ну, хорошо, я должен брать. Я так думаю. Уже рокерован, Ладен Граф 1. Ну, да. Слон Аш-6. Да, идея там же кто-то идет в район поля Б6 и С4. Хоть-хоть Б4, играю просто я не допускаю всех этих осложнений. Понятно, что это объективно слабо, но очень хочется. Б4, ЦД, БА. Ферзь А5. Так-то по линии С черные начнут нападать, нападать. Наверное, не опасно. Просто кунь Д5 даже. В общем, может быть, это надежнее, на самом деле, чем слон Е4, потому что там начнут реально выпрыгивать все фигуры. И вообще, меньше фигур легче помнить позицию. Даже пойду Б4. Б4. Алексей игнорирует грозу пешки. Басильм правильно делает, конечно. А что делать мне? Ну, видимо, брать-то невыгодно. То есть, видимо, все-таки, какого-то стрит Д5. Просто он висит. Обратите внимание, что на Е2 не висит, потому что потому что там ладья на А2 неожиданно отскочит на Ф6, слон отскочит на Ф6, ладья будет нападать на Ферзя. Ладно, в общем, так или иначе, ситуация более-менее нормализовалась, я ничего не отдал в дебюте, это уже достижение. Надо как-то усиливать позицию. Ферз Д3 какой-нибудь ход. Ладья куда-нибудь. Е1, может быть. Ферз Д3 как-то по центре хочется поставить. Х6. Видим профилактика против конь-Ж5 бренд. Прежний пешка Б7 висит. Прежний, я ничего не могу с этим сделать. Как же, мне надо как-то развиться слон Д2 или слон Д3 и слон Е3, наверное. Слон Д2. А, 6, мне надо в первую очередь против слон Ж5 направлен в ход. Ну, хорошо, все равно надо развиться. Все равно пойду слон Д2. Можно еще на Дея1 за Деяя слон H3 слон H1. Но я не буду так делать. Да, тут просто трокировали. Можно пытаться погоняться за ферзем. Если его поменяют, то вообще буду вне опасности навсегда. Но пока в принципе ничего не вынуждает это делать. Можно пойти что-нибудь в ладьи ладья Е1 избыточно защитить пешку. Можно эту ладью вернуться на А1, потому что на А2 стоит странно. Хотя на А2 она полезна во многих позициях. То есть я пойду ладья Е1, когда уже, ну, пригрозят чем-нибудь. Пока ладья Е1 вроде нормальный. Так, это у нас что? Это у нас Алексей Алапин. 2-0 действительно сыграл. Но D5 надо играть, потому что иначе вообще не на что рассчитывать. Слон H4, ФРСД4 хорошо для черных, скорее всего. Да, надо D5 играть. Диаться 7. Ну, тут я конце 6 считал. Вроде она проходит тоже. Понимаете, у меня сна там вроде нет. Так, здесь я уже вообще давно забыл, что происходит. Видимо, что-то зевнул. Потому что у меня конь на B5 висит. И шах. Да, в общем, так иначе слон B5 видимо была довольно тупой идеей. Что мне делать? Через D2 играть? Пешку заберут на D5. Просто хуже будет. Хотя, наверное, не хуже. У черных плохие фигуры наладья Е1. То есть, где D2 надо играть, скорее всего. Потому что иначе я теряю материал. Правильно я понимаю? Правильно правильно. Так, а тут у нас что вообще болт? А, не сыграл слон F6, в смысле, то есть, испугался взятия. Это хорошо для меня. Ну, это же очень хорошо для меня. В чем идея? А, ферзя 5. Тоненько. То есть, мы сону должен брать, скорее всего. Там уже посмотрим. Дядя 1, конечно, есть ход, но он странный. Надо взять. Я всему пойти ладя 1 на предмет нахождения Fx5. Так, тут CD. Ну, надо брать CD, наверное. Просто ED и что? Или кун B4. Кун B4 не страшно. Могу ферзей сменять, там кун Е4 пойти. Конь влезет на D6. То есть, CD все-таки надо играть, конечно. Да тут взяли слона, но я возьму тут. Так, это вообще что? А, это там, где жертва скандинавки, коня. Ну, Солнце 7, видимо, надо играть, потому что иначе что-то иначе. CD1, так, так, да, Солнце 7. SD5, Солнце 6. Прези 4, возьму, возьму и там начну привязываться. Ну, хорошо. HG. HG у меня уже на E1. Конь на D5, так стоит. Конь будет сразу, но черный ферзь за 5 исход. Что мне делать? Ну, видимо, HGD1, ферзь D5, ферзь B5, C4. Маловато как-то. Может, сразу C4. Ну, в смысле, HGD1, ферзь за 5, а после этого C4, наверное, выглядит неплохо. Так или начало D1, я пойду. Тут размен. Тут взяли. Да, ну, я отыграю эту пешку, ну, условно, бассейн какой-то тупой по виду. Мне надо стабилизироваться по черным полям. очень важно, понять, как это сделать. Может быть, на самом деле не стоит и пытаться, может быть, нет возможности такой просто взять на D5. Хотя, конечно, обидно вскрывать слона. Вот не исключено, что так надо играть из конкретных соображений. или можно пойти конь D4. По-человечески это самое напрашивающееся. Там начнут вскрывать со всех сторон F6. На F6 можно выбить и просто все коня на D4 придержать и сделать вид, что это такая нерушимая волоказа у черных тупой слон. По рисунку мне нравится. Пойду конь D4. Ладья C8 видимо просто конь E2. Конь C на E2. Ладья на E3 защищает коня, это важно. Вроде все всех защищают пока. Хорошо. Ферзи 4. Ну да. Ферзи здесь стоит. надо его менять. Ну Ферзь B6 да, с той же идеей, что и Ферзь за 5. Правда здесь может быть сильнее потому что на B7 еще защищает. Это недооценило этот ход скорее всего. Опять выбор взять на D5 или C4 пойти. C4 всем бы хорошо было бы там конь F6. Все равно неплохо. Слон бьет F6 что задумано. видимо слом F6 взяли там ладьяк вот пошел. C4 вроде сильно по виду. н не спешат накидывать к сожалению слегка раздражающе. В следующий раз не буду пускать так много народов в сеансе. Конь Е4. В общем, я даже эту позицию припоминаю, но при этом не припоминаю, как здесь правильно играть. Три ноля или Д1. Наверное, три ноля, потому что там на конь Д6 есть какие-то удары. Типа ладья Д6, ЕД, ладья Е1, потом Е7, слон Д6. Убедительно смотрится. Так, я не могу просто взять на Д8. Но там опять конь Д6 вернется. В общем, видимо, видимо три ноля. Так, это вообще что? А, здесь мне дали выиграть качество. Тем временем, черные ушли в рокировку. Слон на С6 глуповато стоит, но пока он не теряется. У меня лишнее качество, три фигуры, черных четыре, легкие фигуры. У меня лишняя ладья на А1. Хорошо, надо архировать. Главное потом, всегда не потерять. То есть, видимо, она слон Д3, ладья Е1. Хорошо. Ладья Ф на Б8. Грязят всякие уже трюки. Ладья Б4, это я вижу, уведу. А2 она, конечно, неплохие функции выполняла. Так, стоп. Ладья А2, слон С5. Слон С5, слон Ф6, кажется, пока держит. Конь Ж4. Ладья А1, конь Ж4. Аш3, конь Е5. А, ну, в Н5 я возьму в крайнем случае. Не страшно. Ладно, ладья А1. Правильно? Правильно. Предложили мне ничью, хотя лучше бы добавили время. Не, ну на ничего не буду соглашаться, позиция полна жизни. Хотя, приветствий у меня нет, действительно, но зачем ничья? Зачем нам ничья? Может и перевес есть. На самом деле. Пока подписает на Д5, защищу, видимо. С одной королю, королю поле РФ1 отдам. Тут все повально начали предлагать ничью. Не знаю зачем. Может просто нет возможности в сеансе добавить время. Другой вопрос. Ну, я не буду соглашаться на ничью после 12 ходов. Лучше срубите мне флаг. Зачем мне нужна такая ничья? Так, что у нас с третьим временем? У нас тут Д2, Ладья Б8. Защищаю этот пункт Б7 болевой. Ну, тут конечно лучше убил. По-любому. Можно снутри пойти скорее всего. Давайте так и сделаем. Пригрозить коню почему бы и нет. Так, тут продолжается продолжение ничьих. Ну, опять же, по той же причине я этого делать не буду. Я считаю, что у меня здесь перевес. Ну, понятно, что у меня упадет флаг, но как бы в любом случае это неизбежно. Конь Ф6 обратно вряд ли хороший ход. Я, конечно, не уверен, но как-то должно это проламываться уже. Могу взять на Д8, взять на Д7 Ладью и Ладья Д1 пойти. С большим перевесом, скорее всего. Давайте так и поступим. А6. Это интересно. Вместо того, чтобы убирать коня, черный еще раз нападает на моего. Это я тоже не видел. Да, ход. Неплохой ход, довольно неожиданно. Выглядит странно, но ход сильный. Раскрывает. Может просто какой-нибудь три пойти. Взяли, взяли. По-прежнему это подсвязанная штука. Давайте так сделаем. Продолжается продолжение ничьих. Опять же, зачем такая ничья? Лучше победить. В конце концов я сам виноват, что такой контроль поставил. Так, Ладья Д1, по ней в 6. Уже висит на Д5. Видимо, пытается выводить его обратно. Не могу, конечно, попытаться влезть в 7 и вперед, но это странно выглядит. Так, тут тоже предложили ничью в лучших традициях. Так, стоп. Это вообще какой-то странный ход. Слонжи 5. Ну ладно, видимо все нормально на самом деле. Должен играть ОЖ. Да, король Д8 возьму. Конь Д7, Ладья Д1, конь Ф6. 4, А6, ну конь Е6 можно завести. Почему бы и нет. Потому что он на Д8 с ВСД и конь Д5 какой-то задуман. Ну там я всегда на Ф8 возьму. Да, ну в такой формат вслепую с 10 секунд на ход я по-любому не выдержу. Как бы говорить не о чем. Висит у меня на Ц5. Надо у кого-то убирать. На Ц3 наверное Ц3. Так. Так. Д1. Так. здесь тоже. Здесь у меня еще есть 6 секунд. Позицию я не помню. Так что я тоже просрочу время. Здесь тоже. Здесь у меня еще есть 9 секунд. Вот это. Прилично. Здесь совсем плохо помню. Где Д1 можно пойти или ДЕ. Тут я тоже не успел. Здесь тоже не буду пытаться. И здесь тоже не буду пытаться. Ну в общем подводя итоги. Позиции во всех партиях были боевые и интересные. Но времени конечно не стоило. Не стоило ставить такой контроль времени. Так что результат вполне закономерен. А именно 0.10. Не в пользу цензера. Всем спасибо за внимание. Для вас играл Никита Петров.